Электрические провода под напряжением упали на машину и выжгли там всю электрику. Водитель в это время находился внутри. ЧП произошло в московском районе. Из-за сильного ветра упал сгнивший тополь, зацепил провода линии электропередач, которые накрыли автомобиль. Заискрило, как провод, вот на крыше был. Вот с этой стороны, ну то есть я вижу, что отражение искры вот летят. Ну как сказать, как при сварке. У меня вот эта панель начала вся, естественно, моргать. Машину начало дергать при этом, ну трясти. Я не поняла вообще сначала, что происходит. Ну и все, вот сейчас мастер посмотрел, но вот это вот до сих пор не работает. Бесполезно это все. Гудок, сигналка не работает. И сказали, что нужно делать полную диагностику автомобиля, возможно, пострадала себя провод. Я рискнула, но вышла с машины, естественно, я зажигание ничего не тронула. Буквально месяц назад у нас свалилось вот это дерево. Вот это дерево, когда упало, оно упало на машину соседнего дома. Люди подали сейчас в суд на них. Машину просто здесь раздавило. Багажник помяло, весь кузов увело, то есть стекла выбило, капот, все, то есть весь кузов по замене. 130 с лишним тысяч. Большой 100-летний тополь просто обрушился и обрушил все. И фасад дома, и разбил машину, и оборвал провода. И благо там ни детей в этот момент не проходило, ни пожилых людей, которые могли бы просто быть жертвы. Вон слив, пожалуйста, видите, упал. Слив свернуло. Это утепление мне в этом году сделали, оборвало. Все, я звоню в этот ДУК, бесполезно, никто ничего не реагирует. У меня есть заявление от апреля месяца, что я писала, спилить, никто не отреагировал. Второй раз, да, упал. Почему не исправляет дом управляющей компании? Я без понятия, почему они не исправляются. Вот мы линию установили свою. Вы же в ДУКах, скажите нам, что будет предприниматься, какие действия? Пресс-слугу вам всегда дадут комментарии. Я не уполномочен. Вот сухая ветка там упала. Вы видите, еще сухие. Оно упадет. Этим деревьям, вы посмотрите, треснутые. Им уже сто лет в обед. Мы просили спилить их. Всем абсолютно было пофигу. Что они ждут, когда кого-то пришибет уже? Родитесь, пресс-службу, все с нами. Домоуправляющая компания записала все наши возражения и требования, которые мы писали на протяжении трех лет. И сказала, что по ним реакцию даст и ответ. На следующей неделе, то есть в понедельник. По поводу падающих деревьев на машины. Они сказали, что это относится к плану, по плану межевания, это относится к администрации. И нужно требовать с администрацией. Мы ждем от вас запрос. Руководитель по работе с населением нам ответил, что если у нас есть какие-то требования и возмущения, мы можем подавать дело в суд. И вообще эта территория относится к дорожному, муниципальному бюджетному учреждению, ремонт, эксплуатация дорог. И исковое заявление нужно подавать на администрацию города, чтобы они сами между собой решали вопрос. Администрация за это отвечать не хочет и не будет. Кстати, в администрацию мы запрос, конечно же, написали. Там заявили, что ранее жалоб от жителей на деревьях у них не было. Кто будет замещать ущерб, также не ясно. Но чиновники обещают завтра провести обследование оставшихся деревьев и вырубить сгнившие. Продолжение следует...